Просто вы преподносите все так, что все, у нас бегают собаки по городу, всех кусают и вообще жутко даже ходить невозможно. Город на пороге новой битвы с бродячими собаками. На кону жизнь почти пяти тысяч животных, примерно столько их на улицах города. Осталось только обсудить, как следует поступать с каждой особью и сколько это будет стоить. Городские чиновники предоставили сразу два регламента. Условия и суммы в них сильно различаются. Затраты на услуги для одного животного по первому регламенту почти семь тысяч рублей, по второму около трех тысяч. В общем, количество отловленных собак у нас получается. По первому регламенту 2975 собак, по второму регламенту 6196 собак. Количество подверженных из общей массы, получится подверженных кастрации и стерилизации, по первому регламенту 298 собак и по второму регламенту 620 собак. Но депутатов такое разнообразие почему-то не порадовало. Разнообразие это хорошо, но работали-то над одним регламентом. Откуда взялся второй? Во-первых, мне непонятно такой момент. Если депутаты работали, департамент работал, тратили на это время, подготавливали. Зачем нужен второй регламент? Кому? Какая-то схема здесь происходит? В итоге второй регламент самый экономный отбросили. Но непонятного в этой ситуации оказалось значительно больше, как и во всей истории борьбы с бродячими животными. С 2011 по 2013 годы на то, чтобы убрать собак с городских улиц, выделяли по 10 миллионов рублей ежегодно. В 2011 и 2012 утилизировали, так это называется, по 19 тысяч особей. В 2013 – 15 тысяч. В 2014 году городских чиновников от борьбы отстранили краевые и выделили на это немногим больше миллиона. При этом условия отлова и содержание животных выдвинули такие, что через 200 собак деньги кончились. Пришлось городу добавлять еще 5 миллионов. Условия отлова собак были прописаны в краевом законе. Они включали отлов, обследование, вакцинацию, кастрацию, содержание в течение недели с двухразовым питанием, затем автаназия или свобода. В прошлом году 10 миллионов рублей хватило всего на 3 тысяч собак. Депутаты попросили городских чиновников внести поправки в краевой закон. Не внесли. Но главное, так и не объяснили, откуда взялись суммы, прописанные в регламентах. Хоть 7 тысяч на осыпь, хоть 3. Меня смущает один вопрос. Мы неделю собаку держим на передержку, у нас стоимость кормления 200 рублей двухразового питания в сутки. У нас официально, я запросил, воспитание ребенка в садике, четырехразовое, ребенка в садике, составляет 126 рублей, коллеги. В ходе обсуждений внезапно выяснилось, что регламент по отлову и содержанию собак, который депутаты обсуждали полтора часа, не соответствует краевому закону. Но народные избранники его одобрили, потому что без их благословения чиновники не решали сбраться за отлов собак. В этом году с городских улиц не убрали ни одну осыпь. И это несмотря на то, что только за январь на нападение животных пожаловались 250 человек. А за первые дни февраля почти 60. Теперь можно выбирать подрядчика и приступать к работе. А регламент депутаты попросили привести к краевым нормативам. И главное, объяснить, откуда складываются такие суммы, как, например, 200 рублей в день на питание. Дмитрий Пеменов, Алексей Егоров, Фонтова новости.